Здравствуйте! В эфире программа «События». Мои коллеги и я, Мэри Елчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш земляк участковой полиции Олег Романов принял участие в конкурсе народной участковой. И начинаем наш выпуск с приятной новости. Уроженец Самары Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Имена лауреатов объявили сегодня. Премию присудили двум журналистам – россиянину Дмитрию Муратову и его коллеги с Филиппин Марии Рессе. Поздравление в адрес Муратова озвучил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Дмитрий Муратов родился в Куйбышеве 30 октября 1961 года. В 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета. Работал в различных изданиях. Стоит добавить, что Дмитрий Муратов – третий россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее ее получали ученые Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 657 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 110 279. Такие данные в пятницу 8 октября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 338 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 88 495 человек. Решить вопрос с эпид-обстановкой в регионе – задача номер один. На расширенном заседании по противодействию коронавирусной инфекции обсудили, как не допустить прошлогодней самоизоляции, не нанести удар по бизнесу и сфере региональной медицины. О решениях эпид-проблемы репортаж Михаила Ермоленко. Предотвратить возможный локдаун и новый удар по экономике поможет только слаженная совместная работа всех отраслей Самарской области. Власти региона и города, представители профильных министерств и профсоюзных организаций, сотрудники сферы услуг и общественные деятели обсудили сегодня возможности улучшения эпид-обстановки. Большое совещание по противодействию коронавирусной инфекции прошло под руководством главы региона Дмитрия Азарова. По словам губернатора, ситуация с COVID-19 под контролем, но нагрузка на медиков уже близка к предельной. Одни медики, только система здравоохранения не справится. И свидетельствует тому уже и опыт некоторых, я бы сказал, многих регионов. Сегодня мы, я надеюсь, очень взвешенно обсудим сложившуюся ситуацию и возможные варианты развития. А самое главное, что мы вместе должны сделать, чтобы не допустить самого кризисного развития ситуации в нашем регионе. Предложенные на обсуждение новые меры противодействия ковиду в основном касаются работников сферы услуг, так как в ней наблюдается повышение заболеваемости со 114 случаев до 165 по области за сутки. Руководителям предприятий сферы услуг губернатор поручил усилить контроль за соблюдением ограничений. В частности, это касается общепита и фитнес-центров, где планируют открыть посещение только вакцинированных граждан. Увеличится количество специальных ковид-фризон. Например, такими станут фудкорты. Впрочем, рассматриваются и другие варианты. Сегодня бизнесмены предложили свои решения, которые будут проработаны оперативным штабом. Обсудили и работу медицинских учреждений, которые перепрофилировали под ковид-госпитали. Сегодня они работают зачастую на пределе загрузки. Необходимо найти возможность дополнительного производства кислорода для медицинских целей, а в больницах увеличить резервуары для его хранения. Вопрос поручено рассмотреть до 15 октября. Те идеи, которые сегодня прозвучали о том, что в рамках компании изыскать возможность возродить то производство, которое раньше было, технического кислорода, да, это Роснефть там, и вот поставки пока. Единственное, только я такого плана вижу решение. Говорили на совещании и о необходимости продолжать массовую вакцинацию в регионе. Союз работодателей предложил ввести паспорта коллективного иммунитета для промышленных предприятий. Некоторые готовы к такому повороту хоть завтра. Например, на предприятиях нефтегазовой отрасли процент вакцинированных работников стабильно высокий. Наши предприятия, они очень серьезны технологически, и любое нарушение технологий влечет большим последствиям, авариям и катастрофам. Ответственность как работников, которые понимают, что технологический процесс остановить невозможно на наших предприятиях, поэтому и относятся так к вакцинации. Ежедневно Самарской области фиксируют новые антирекорды заболеваемости, поэтому решить проблемы с эпид-обстановкой сейчас задача номер один. Самым действенным способом снизить нагрузку на медиков остается вакцинация. По статистике, только один процент привитых людей заболевает коронавирусом, поэтому вакцинироваться нужно как можно скорее. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События. Какова судьба здания бывшего детского сада на промышленности? Этот вопрос сегодня обсуждали на встрече главы Самары Елены Лапушкиной с жителями Советского района. Здание находится в частной собственности. Вопрос сейчас на контроле и у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Наш корреспондент продолжит. Здание бывшего детского сада на промышленности 317 долгое время не используется по назначению. В последнее время здесь располагался филиал Восточной экономико-юридической гуманитарной академии. Но сейчас корпус освободился, и местные жители хотят, чтобы он снова встречал воспитанников дошкольного учреждения. В садиках мест не хватает, а данный садик давно уже не эксплуатируется. В нем была Восточная академия, которая оттуда съехала, и мы надеялись, что Департамент образования выкупит этот детский сад и восстановит его в системе образования под детский сад. Однако выкупить здание детского сада у частного лица по целевому назначению сейчас нет возможности. Корпус устарел и не соответствует современным санитарно-эпидемиологическим нормам, а также требованиям пожарной безопасности. Поэтому выделение средств на выкуп здания невозможно. Городские власти сейчас ищут другие пути решения этого вопроса. Об этом говорили на совместной встрече главы Самары Елена Лапушкина с жителями Советского района. Не хватает и общей площади, чтобы обустроить прилегающую территорию, соответствующую требованиям, которые предъявляются современным детским садам. Но жители обратили внимание на то, что на бывшей территории учреждения расположилась автостоянка, и что на этом участке раньше были и навесы, и игровые зоны для групп детского сада. Городские власти проверят легальность этой деятельности и возможность использования этой территории. Для принятия этого решения нам нужно изучить эту стоянку по коммуникациям, по собственности, по принадлежности, по возможности использования. Вместе с вами. В ближайшее время владелец участка, где располагается здание, представит жителям на обсуждение проект своего видения использования этой территории, куда пообещал включить корпус дошкольного учреждения, соответствующая всем требованиям. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре завершаются работы по подаче теплоснабжения в многоквартирные дома. На сегодняшний день теплом обеспечены более 10 тысяч домов. Все обращения, которые проходят через горячие линии администрации внутригородских районов и департамента городского хозяйства, отрабатываются в плотном взаимодействии управляющих компаний, теплоснабжающих организаций ТСЖ, ЖСК и ТСН. Кроме того, ведется работа в социальных сетях. Любой желающий может обратиться в группы и аккаунты администрации внутригородских районов, а также департамента городского хозяйства и получить обратную связь. Все адреса остаются на контроле до полного исполнения задач. То, что касается отработки, заявка принимается, дальше передается в район, в управляющую компанию для проверки, в том числе и контроля дальнейшего стороны департамента. Кроме горячей линии, также отслеживаются все обращения через соцсети. Обратная связь по срокам, по проблематике через соцсети, она сотрудниками департамента отправляется. То есть идет информирование. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Приветствую вас, мэрия и уважаемые телезрители. Появилась информация, что Росстат собирается считать заработки россиян по-новому. Что изменится? Будут учитывать доходы от инвестиций в биржевые активы через брокерские счета. Но сначала об изменении платы за капремонт. Правительство России одобрило повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Стоимость разрешили увеличить не более чем на 25%. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Изменение платы до 1 января 2022 года связано с подорожанием стройматериалов и оборудования. Эксперты заявляют, что нововведения очень важны для рекоператоров и подрядчиков. Последних они фактически спасут от работы в убыток и риск банкротства. Росстат собирается считать заработки россиян по-новому. В них начнут включать доходы от инвестиций в биржевые активы через брокерские счета. Новая методика позволит точнее рассчитывать величину доходов граждан. За последние два года количество открытых на московской бирже брокерских счетов физлиц выросло в несколько раз, достигнув рекордных значений. В Россию приедут 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. Пилотную программу запустят до конца октября. Сейчас завершается согласование условий. В ближайшее время выйдет постановление правительства. Там изложат схемы ввоза трудовых мигрантов, привитых спутником «Лайт». Минстрой расписал объем рабочей силы по компаниям, которые строят не только жилье, но и объекты инфраструктур, включая космодром «Восточный». Лучше всего жителям России работает, когда за окном холодно и снежно. 22% участников опроса назвали зиму самым эффективным сезоном для трудовой деятельности. Исследование провел популярный сервис по поиску работы. Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов. Летом лишь 13% опрошенных. Для третьей россиян время года не имеет значения. Большинству тех, у кого пятидневка, самым эффективным днем недели кажется вторник. Так ответили 20% россиян. Наименее продуктивно пятница. Лишь 8% опрошенных работают в этот день эффективно. Официальный курс доллара на 9 октября 71,99 рубля, евро 83,12 рубля, нефть марки «Брент» 82,54 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Опасная и трудная служба. Наш земляк участковой полиции Олег Романов принял участие в конкурсе «Народный участковый». Познакомиться с человеком, который всегда на передовой и на защите прав населения удалось нашему корреспонденту. Один день с местным шерифом провел Сергей Кизоркин. Местный участковый полиции в Кировском районе Самары Олег Романов свою территорию обходит несколько раз в день. От его внимательного взгляда не ускользает ни одна криминальная деталь. Каждого местного жителя он знает поименно. На участке их более трех тысяч и к каждому находит подход. Наверное, поэтому в его микрорайоне все спокойно. Ведь главный девиз капитана – легче и лучше предотвратить преступление, чем его раскрывать. Местные жители своего справедливого шерифа, как они его по-доброму называют, знают хорошо и доверяют ему. Они обращаются к уполномоченному с вопросами, связанными с бытовыми и семейными конфликтами. Воровством, драками, шумными соседями. И Олег Романов умеет проанализировать обстановку и дает ответ на любой вопрос. Так как участковый от слова «участие», то есть мы именно те сотрудники, которые принимают участие в жизни людей, охраняя порядок, умение выслушать человека и понять его проблемы, отнестись к его проблеме, как к своей. Олег Романов служит участковым третий год и за это время впервые решил участвовать в конкурсе. Второй региональный заключительный этап народного участкового уже стартовал. Финалисты и победители станут известно 16 октября. Выбрать победителя, который поедет на всероссийский финал, может каждый житель губернии. Нужно только зайти на сайт МВД области и проголосовать за народного участкового. Сергей Кизоркин. События. Ты особенно, сияй. С таким девизом в Самаре прошел первый в истории города инклюзивный конкурс красоты. Несколько месяцев конкурсантки слушали лекции от экспертов красоты и моды и участвовали в мастер-классах. Сегодня же пришло время получить свою корону. На финале праздника красоты и добра побывала Мария Левина. Наталья Мухуртова красоту не видит, но зато тонко чувствует. Девушка инвалид по зрению с детства, но это не мешает ей активно жить, реализовывать себя как женщина, профессионал и исполнять мечты. Причем не только свои. В конкурсе красоты участие никогда еще не принимала. Мне почему-то всегда казалось, я думала об этом, почему среди людей, среди девушек с ограниченными возможностями нет конкурса красоты. Я бы в нем с удовольствием поучаствовала. И вдруг, пожалуйста, присылает мне положение. И мне что понравилось, что я теперь знаю, мы познакомились друг с другом, они теперь знают, какие трудности у меня, как у инвалида по зрению. Я теперь знаю, какие трудности у девочек, которые на колясках. Я буду пить за дачу, а знаешь, королева не плачет никогда. Сияние Самары – это первый в истории города инклюзивный конкурс красоты. В финал прошли 10 конкурсантов с ограниченными возможностями здоровья. У каждой свои особенности. Задача состязания – доказать, что внешний лоск – ничто без красоты внутренней. Это первый конкурс в Самаре, но это уникальный конкурс по всей России. В нашей России такого конкурса нет, где происходит взаимодействие девочек на колясках с девочками, просто имеющими инвалидность. Это единственный на данный момент конкурс и в нашей Самаре. Надежда Панина – идейный вдохновитель конкурса. Для нее участие в таких состязаниях уже дело привычное. Она часто и гость на федеральных событиях. Однако с каждой такой теплой встречей открывает в себе что-то новое, а в душе вспыхивает яркий огонек. Надежда решила поделиться этим теплом, светом и любовью с девушками из Самары и выступила с инициативой организовать инклюзивный конкурс красоты в городе на Средней Волге. Идея сразу же нашла отклик. Первыми конкурс поддержали в администрации Самары. Позже нашлись и коммерческие партнеры. Все вместе подарили конкурсанткам праздник красоты и добра. Несколько месяцев для девушек проводили лекции и мастер-классы по красоте, ораторскому искусству, физической подготовке, питанию и не только. По итогам конкурса проигравших нет. Каждая женщина – королева со своими ни на кого не похожими особенностями. Мария Левина, Максим Гусев, События. И о других событиях этого дня расскажем в нашем видеообзоре. Сегодня утром Самару накрыл густой туман. Его плотность оказалась такой, что видимость составила буквально считанные метры. Сообщения об этом поступили из разных районов города. В такую погоду особенно осторожными должны быть автомобилисты. Специалисты рекомендуют не передвигаться на высокой скорости. Также нужно включать фары в режиме ближнего света, чтобы сделать свое транспортное средство более заметным для других участников дорожного движения. Стоит отметить, что погодные условия не сказались на авиасообщении. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Курумыч, все самолеты прибывали и отправлялись в рейсы в назначенное время. В Самарской области обнаружили 108 захоронений эпохи Золотой Орды. Специалисты провели раскопки на территории археологического памятника «Жигули-1». Объект расположен в Ставропольском районе на берегу залива «Жигулевская труба». Часть территории начала разрушаться из-за того, что ее размыло водой. Именно поэтому было принято решение провести там охранно-спасательные работы. В захоронении был обнаружен ряд находок. В основном это стеклянные металлические бусы, медное кольцо в полтора оборота. Кроме того, из земли извлекли фрагменты керамики и хорошо сохранившийся сосуд с плоским дном. Эти находки, по мнению археологов, не принадлежат захоронению и относятся к эпохе позднего бронзового века. В управление Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об опасной находке. Во время проведения земляных работ на улице Железнодорожной в Октябрьске местные жители выкопали артиллерийский снаряд. На место тут же выехала группа разминирования из сотрудников ОМОН. Они выяснили, что боеприпас калибром 88 мм был изготовлен еще в начале прошлого века. С учетом того, что снаряд представлял опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все меры предосторожности, уничтожили его на месте обнаружения накладным зарядом, говорится в сообщении силового ведомства. 220 тысяч жителей региона вакцинировались от гриппа. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения. По словам специалистов, прививка гарантированно защищает организм человека от тяжелого течения болезни. При этом вакцина от гриппа вполне совместима с вакциной от коронавируса. Правда, между этими процедурами необходимо сделать перерыв на месяц. Для вакцинации используется препарат Ультрекс-Квадри. Его можно вводить не только взрослым и подросткам, но и детям, начиная с 6-месячного возраста. Вакцина переносится хорошо. Противопоказаниями могут быть аллергии на куриный белок, непереносимость каких-либо компонентов вакцины, обострение хронических болезней, заболевание в стадии обострения. Крылья Советов начали готовиться к матчу с Нижним Новгородом. Об этом сообщили в пресс-службе Волжского клуба. В тренировке, которая продолжалась более часа, приняли участие все футболисты, за исключением Сергея Пеняева, Данила Пруцева и Мехдизифана, которые находятся в расположении своих сборных. Особое внимание уделили силовым упражнениям и поддержанию формы после четырех выходных, рассказали в пресс-службе. Контрольный матч против Урала Крылья Советов проведут в понедельник 11 октября. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 16 часов по самарскому времени. Матч с Нижним Новгородом пройдет в воскресенье 17 октября в Самаре и начнется в 17.30. В октябре весь мир отмечает Международный день вегетарианства. По исследованиям социологов, в настоящее время в мире насчитывают порядка 1 миллиарда сторонников питания без продуктов мясного происхождения. Среди поклонников растительной диеты – политики, звезды и многие другие. Насколько это полезно, выясняла Кульфия Сафина. «Гоу веган» или «Стань вегетарианцем» – под таким лозунгом сегодня живет все больше сторонников зеленой, свободной от мяса диеты. Марина Абышкина примкнула к движению вегетарианцев три года назад. От онкологии умер ее родственник, и девушка решила подробнее изучить влияние питания на здоровье человека. В руки попалась книга о пользе вегетарианства, которой она вдохновилась. Марина – волонтер-активист и спортсменка, уверяет, новый стиль питания только придает сил для реализации всех планов, например, таких, как марафонский забег. Это настолько облегчает жизнь. Я просто перестала пить таблетки. Я сейчас… аптечка у меня прям, ну вот минимальный набор, там, йод-зеленка, уголь активированный, там, какое-то антибактериальное что-то и все. У меня нет каких-то проблем с вегетсосудистой титанией. Вегетарианство – система питания, основанная на отказе от продуктов животного происхождения. У диеты много направлений. Кто-то не ест только мясо и допускает молочку, тогда это уже лакто-вегетарианство. Ова-вегетарианцы против мяса и молока, но не против яиц. Веганы к пище относятся еще строже. Полный отказ от всего, что связано с животной пищей. Существуют и подвиды вегетарианства – сыроедение и фрукторианство. А также компромиссные формы диеты, например, полутарианство, когда допустимо употребление мяса птицы. Сегодня сторонников вегетарианства так много, что открываются магазины и кафе с пометкой «веган» и целое производство альтернативной продукции. Вот вам на прилавке колбаса из растительных продуктов. В одной руке у меня докторская, пшеничная, а в другой полукопченая. Кстати, пахнет как самая обыкновенная колбаса, но с пометкой «веганское» – никакого мяса. Впрочем, медики уверены, вегетарианство к оздоровлению организма не имеет никакого отношения. Ведь отказ от мяса и рыбы подходит скорее для лечебной диеты, так называемый детокс, который можно держать не более 2-3 месяцев, объясняет врач-нутрицолог Екатерина Познякова. Иначе обратный эффект. Через какое-то время у каждого по-разному, 5 лет, 6, 7, может быть 10, ресурсы организма у каждого разные, придет упадок и будет очень сильный провал по дефицитам, по дефицитам витаминов, микроэлементов. Потому что белок – это транспортный путь, транспорт, который несет все эти микроэлементы в жизненно важные органы. В моей практике такие случаи случались и не один. Мясо – лидер по содержанию белков и аминокислот. Без белка не усваиваются витамины и микроэлементы. Заменить его можно, объясняют медики, но не совсем полезно. В одной порции мяса, например, в говядине, белка в три раза больше, чем в гречке. Поэтому растительную пищу так или иначе придется дополнять БАДами. Вегетарианство – стиль жизни. Каждый прибегает к нему по разным причинам. Кто-то из религиозных побуждений, кто-то в оздоровительных целях. Споры о пользе и вреде в экспертном сообществе вряд ли в скором времени утихнут. В любом случае, выбор способа питания – личное дело каждого. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. А сейчас немного о новостях спорта нам расскажет Андрей Горгуленко. Баскетболисты Самары новый сезон Суперлиги начали гостевой встречей против дебютанта чемпионата ЦОП «Локомотив Кубань». В начале матча волжане захватили инициативу и повели в счете. К большому перерыву Самара подошла с комфортным преимуществом в 11 очков. В середине третьей четверти самарцы стали чаще промахиваться, и хозяева вернулись в игру, сократив отставание до минимума. Но в решающий момент сказался опыт игроков Самары, и они довели дело до победы – 94-85. Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и представительница Эстонии Аннет Кантавейт не смогли выйти в 1-8 турнира в Индиан Уэллсе в парном разряде, проиграв дуэту Шерон Фичмен из Канады и мексиканки Джулианы Олмос – 3-6-4-6. Касаткин и Кантавейт ни разу не подали на вылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 2 из 5 брейкпоинтов. Дарья продолжает выступление в личном разряде. Ей предстоит матч против Астры Шарма из Австралии. Во втором раунде выступит и Анастасия Павлюченкова. За выход в следующий этап ей сражаться против американки Мэдисон Киз. В ИХЛ состоялась первая в сезоне дерби Самарской области. ЦСКА ВС принимали на своей площадке Тольяттинскую ладу. Уже на 34-й секунде гости открыли счет. Михаил Назаров точным броском завершил быструю атаку лады. Тольяттинцы продолжали создавать моменты, и на 14-й минуте Станислав Ольшевский сделал счет 0-2. Цифры на табло могли быть и крупнее, но во втором периоде из 15 бросков автозвачан в створ ни один не достиг цели. На высоте был 18-летний вратарь ЦСКА ВС Максим Матарыгин. На первой минуте третьего периода защитник Алексей Раров подарил Самарцам надежду, сократив счет. Но забить еще так и не удалось. ЦСКА ВС занимают последнее место в турнирной таблице, а Лада расположилась на 12-м. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин